Студия Позитив представляет. Илья Олейников и Юрий Стоянов. В русской народной передаче. Гад-гад-гад. Городок. Мерзавец ты, ты куда поезд на городок отправил, а? Ты куда ему ночью, мерзавец, стрелку перелел? А я тебя спрашиваю, куда? А у вас, как всегда, чуть что, сразу стрелочник виноват. Куда мне сказали, туда я и перелезу. Кто тебе сказал, мерзавец ты, кто? По радио ночью сказали, стрелки перевезти на час назад. Из-за тебя, мерзавца, люди в другой городок попали. А у нас что этот городок, что другой. Какая разница? Фу! Все дороги ведут в городок. Мы любим путешествовать. Путешествия бывают трех видов. Круиз. Вояж. И командировка. Круиз стоит дорого. Что такое вояж, знает только узкий круг интеллигенции, который сам никогда в нем не был. Поэтому для нас лучший вид путешествия – это командировка. Интересно, куда это ты собираешься? Я же тебе говорил, командировку. Опять? Только через мой труп. Я тебе больше не верю, не верю. Ну, кошечка моя, опять командировка. Опять скажешь, что вернешься через неделю. Да честное слово, через неделю. Да вернешься через день. Бывает три вида заслуженного отдыха. Отпуск, пенсия и командировка. Если вы в отпуске, отдыхаете только вы. Если вы на пенсии, от вас отдыхают ваши коллеги. А если вы в командировке, то ваша жена отдыхает. Ну, ничего. Ничего, мне надоело. Выбирай. Или командировка, а, кордировка. Или я. Это серьезный вопрос. Значит так, Орел, командировка, Решка, ты. Орел, значит, командировка. Значит, развод. Такой вопрос. Ты решаешь с помощью десятикопеечной монетки. Хорошо, хорошо. Хочешь я пять рублей подброшу. Главное в командировке, это купить билеты туда и обратно. И билеты тоже бывают трех видов. Бывают билеты туда. Бывают билеты обратно. И бывает, что билетов не бывает ни туда, ни обратно. Слушай, брат, тебе билеты надо? Надо билеты? Есть любое направление, в любой конец, в любой поезд, в любой вагон. Какие хочешь, слушай. У тебя здесь что, касса своя? Я сейчас милицию позову, понял? Слушай, зачем кричишь, зачем обижаешь? Зачем своя касса? У меня здесь своя милиция. Ахмед, а все нормально? Все в порядке, ЖК. Спасибо, друг. Все дороги. Ведут в городок. Парень. А, спасибо. Сколько я должен? Не надо, не надо. Ну не надо, не обижай. Такое любежное заказание. Ну не надо, я тебе говорю, не надо мне денег. Ну не надо. Уже с утра потом рассчитаешься. Уже когда за все. Ну, утром так вот. А то я просто, как продажная женщина. Вы меня извините, а при чем здесь продажная женщина? Тоже беру деньги за постель. Так, ты шеф-повар? Да, но у нас сегодня вечером занята свадьба. Я знаю, это моя свадьба. И ты запомни. Я женюсь на дочери очень хорошего человека. Ты понял? Тотский, ты школа? Клапонька, сейчас на кухню веди. Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Все будет в порядке. Это, так сказать, наброски. Где у тебя сахар? А? Сахар где? А вот сахар, вот у меня. Подними. Пожалуйста. Сахар. Все. Ну, я креветки несел, там будут. Что вы? Олег, я. Это рыба, что вы? Да не орите. Креветочки норвежские, креветки. Турки. Турка, Люся. Турка. Гарнировочка, говорю. Что вы делаете? Не надо тихо, 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 били. И запомни, ты, если сегодня за столом хоть одна сволочь, хоть один раз крикнет горько, ты покойник. Ты понял? А? А в туалете, между прочим, туалетной бумаги нет. Так ее не напасешься. Чай пить будешь? Конечно, буду. Хороший, индийский, вот такой. Буду. Вот, уже цвет набирает. Сейчас чай в пакетиках делают. Небось, трудно, как раньше, чай по два раза заваривать, а? Конечно, трудно. Пока его из туалетной бумаги вот так вот налепишь. Дорогой Сашок, ты спрашиваешь меня, как после такого юбилея, двадцатилетия протирания штанов простым клерком, я смог мгновенно сделать карьеру? Это чудо. Мучился я, мучился и решился таки пойти к экстрасенсу. Так, что у вас? Порча, сглаз, наговор снять, наслать, возврат долгов. Ну что вы, какие долги? Да, действительно, что у вас можно одолжить? Повышение по службе. Господи, вы просто ясновидящий. Да ладно, работа такая. Фотография начальника с собой. Да, у меня с собой. Вот этот с челкой, вот с квадратной мордой, это он. Его зовут? Семен Семенович. А вас? Сидоров Петр Иванович. Семен Семенович, Петр Иванович, Семен Семенович. Просто важно не перепутать здесь. Это я призываю энергию открытого космоса. Это недолго. Ожог. Итак, завтра же получите повышение. Петр Иванович Сидоров. Петр Иванович. Нет, Петр Иванович это я. Это Петр Иванович Семенович. Я. А я ему говорю, Петр Иванович Сидоров, твой лучший работник. Семен Семенович. Семен Семенович. Петечка, 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 Петруша, он, Петруша. Петя, Петечка, Петруша. Ладно, потом допишу. Бегу, бегу, Семен Семенович. Лечу, Семен Семенович. Можно? Ну, наконец. Ты чай будешь? Я не буду. Я вот книжку на станции купил. Сказки для внуков. У тебя что, внуки есть? У нас с женой детей пока нет. Приспичи лайки, понимаешь? Да. Сказки для внуков покупаешь. На молоденькой, что ли, женился? Ну да, на молоденькой. Только это лет 30 назад было. Нет. Сказки для внуков. Угу. Ты, конечно, на меня не обижайся. Я так думаю, что в ее возрасте, дай бог, чтобы у нее дети пошли. Извини, Каша. В ее возрасте, я так думаю, у нас сразу внуки пойдут. Сказка. Волшебник изумрудного голода. Однажды налетел страшный ураган. Подхватил маленькую девочку Элли из Канзаса и унес ее. Но не в волшебную страну. Татош. А в Вологодскую область. Ой, какой же ты страшила. Кто ты такой? И почему ты плачешь? Я простое деревенское чучело. У меня голова набита соломой. А я так хочу быть мудрым. Ну не плачь. Ну не плачь. Я сделаю тебя местным правителем. Ой, раньше у меня голова была набита соломой. Я теперь сеном, навозом, удобрениями, дровами, комбикормом, запчастями и дизельным топливом. Правильно. Ты теперь не простое чучело деревенское, а председатель колхоза. Ура! Я теперь страшила мудрый. Страшила мудрый? Нет, скорее мудрила страшный. Слушай, поболтать не с кем. Ну расскажи что-нибудь, ты же много интересного повидал. Да уж, конечно, повидал. Ну? Ну всякое бывало, но я не знаю. Ну? Ну я вот, я же даже на загранлиниях работал. Ну? Ну вот, слушай. Вот недавно был случай. Сейчас. Входят в вагон финские таможенники. Переворачивают все вверх дном. И все спиртное, все, что в вагоне было, конфискуют. Тридцать бутылок набралось, представляешь? Народ обалдел просто. Странно, финляндий же такой закон давно обменили. Так и я потом подумал, ну странно. Ну странно, ну как это так? Мы же в Рязани стояли. Откуда в Рязани финские таможенники? Ну? Кино? Кино. Раньше эти люди могли все. Они смогли угнать контейнеровоз в России. Они смогли украсть 20 тонн отборного сала в Эстонии. Они смогли уйти от погони в Белоруссии. Это супермены. Им никогда ничего не было страшного. Но теперь, теперь они должны перевезти это сало в Румынию через Украину. Смотрите на экранах страны. Новый блокбастер. Миссия невыполнима. Три. Нет, это все-таки вот только нашему человеку под силу. Стой. Ну я говорю, какая у нас все-таки природа, а? Вот нигде в мире такой красоты нет. Тут леса, там луга, поля до самого горизонта. Я вот смотрю и думаю, вот это ж сколько надо было положить сил. Денег, трудов, пота человеческого. Чтоб такую природу загадить. Прошли годы. Я уже не тот, что вчера. А тем более позже вчера. Волосы повылазили, ноги не ходят, руки висят. Да и все остальное тоже уже не то. Хотя давление еще поднимается иногда. А ведь в молодости я не пропускал ни одной юбки. Но недавно друзья мне советовали принимать лекарства. Золотой козел. Вы себе не представляете, как я запрыгал. Я теперь опять не пропускаю ни одной юбки. Особенно таких, таких, таких коротеньких, таких с рюшками, со встречной схваткой и предборенных от талии. Так что, так что принимайте лекарства. Золотой козел. Только не перепутайте. Не старый козел, а золотой. Как известно, нам любые дороги дороги. Причем особенно дороги, дороги железные. Для этого придумано много разных приказов. Сегодня мы придумали приказ о доплате не только за лишний багаж, но и за лишний вес самого пассажира. За каждый килограмм свыше 70 сегодня придется доплачивать по одному рублю. Сейчас будем взвешиваться. Я думаю, вы весите, то будь здоров. Вы смотрите, как. 116 кг. Ого. 26, 30... Давайте пятнашечку, дайте. Пятнашечку, да? Ну, давайте пятнашечку. Отлично. Ой, Господи, вот дают. А что делать? Надо худеть. Видишь, вы? Конечно, худеть надо. Придется заплатить. Да я-то здесь при чем? Нет, я просто... Ну, придется рубль вам платить. Рубль? Куда? Мне. Да ради бога. Да, пожалуйста. О чем речь? Только заплатите сразу же. Куда же вы? Гражданчик. Прошу вас. Вообще уже с ума сошел. 105. Дядь, побольше, пожалуй. Ну, одежду выбрасывайте, я в лавках подел. Давай. Сколько? Стоп. Может, потом рассчитаемся? Нет, давайте сейчас. Бред. В Молдавии было дело на лук на окна сделали. Чем больше окна, тем больше денег хватит. Вот так в Молдавии? Какой бред вообще. Иностранство взвешивается, нет? Взвешиваются все. Ну, наверное, 70 с чем-нибудь, да? Да. Ну, если у меня парту, тогда больше. Но без парту... А вы откуда, простите? Из Венгрии. Из Венгрии? Да. Форинты, значит, у вас есть. Кто из вас едет? Вы? А, я еду. Пожалуйста. Да у меня много. Ну, что ж. А на ботинки, на очки, на сумку? Ну, вот мы сейчас взвесим вас так, а потом будет... И 20 килограмм сбросить. А потом будем рассуждать. Хорошо? Да. Ну, сколько вы примерно? 90 ставлю. 90 ставлю. Неужели меньше? 52. С похуданием вас. Спасибо. Это что, за самого себя платить? Конечно. А зачем самому-то взвешивать? Ну, это... Нет, от меня это не зависит. Граждане дорогие. А, это не он, он-то здесь при чём? 30 лет я на железной дороге отработал, такого бардака не видел. Бреж, 35. Вы взвешивались? Вообще, железнодорожник. Да, железнодорожник, пожалуйста, проходите. Вы взвешивались? Шесть рубликов с вас. Вообще-то я железнодорожник. А, тогда разговоров нет, вы идите. Ой, интересные тут дела у вас. Сколько вы приблизительно, килограмм 60, наверное? Ну, 60. А, ну, 60. Ну, что с вас взять тогда? Да. Ничего? 9 рублей? Да. Ну, до пятёрочки договоримся. Ну, хорошее. Да? Ну, вообще, это, конечно, здорово. А что, у нас поезда стали проваливаться от однородных? Тяжёлые стали, да? На полчаса? Масса. Тихо-тихо-тихо. 26 рубликов с вас. Только в России. Боровать меньше надо? Надо-наза так надо, да. Правильно? Вы так мило выглядите и так много веситесь. Минус одежда. Так вот, ну-ка, сами давайте попробуйте. Ну, вот сам, сама я знаю. Сколько? 70 с половиной. 50 копеечек? А нет, я могу скинуть куртку. Вот, если скинете куртку, тогда мы будем вешаться заново. Ну, давай. Всё, снять вообще 65. Ну, я же должен официально всё это делать. Можете вообще раздеться. Нет, а если лишь невеста, да, 69. Вот и все знают. 69, всё в порядке, не волнуйтесь. Нет, то, что исправлено. Напишите мне хорошую, тогда уже. Хорошо, я в скобчиках напишу. То есть это на каждом вокзале происходит, да? А вы можете мне телефончик свой дать? Да. Нет, а проводник нам ничего не скажет? Ничего, абсолютно ничего не скажет. А вы не расшифруете свою подпись? Может быть, мало ли захотят они узнать. Да, конечно. Они, может быть, вы это сами написали, правильно? Ну, пожалуйста. А я же не знаю, кто вы. Я скажу, вот это было на филляндском вокзале, вот такой сотрудник филляндского вокзала. Такой-то, такой-то. То есть я могу как-то чем-то... А сколько вы мне заплатили? Нисколько. Вот, видите? Да. Ну, какой же вопрос. Нет, я просто... Ну, раз тут такая дурь... Мало ли, может быть, оттуда тоже такая дурь пойдет. Ну, в общем, лучше перебдеть, чем недобдеть, не так ли? Да. А может, все-таки телефончик свой дадись у меня? Да. Все дороги ведут в городок. Вставай. Нет. Вставай. Нет. Мы с тобой уже погудели, уже все, вставай. Тебе выходить через полчаса. Нет, я и дальше поеду. Ты никуда не поедешь, у тебя работа, это командировка. Ну, в том-то и дело. В командировке что самое приятное, то, что ты едешь и гудешь там целую неделю. А самое неприятное, когда надо ехать обратно домой к жене. Все, я решил, я устраиваюсь проводником дальнего следования. Я не понял. Я не понял. Ну, что тут непонятно. Я не понимаю, что такое. Ну, что непонятного, тогда я и домой буду целую неделю ехать. И всю неделю гудеть. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова